Два эксклюзивных материала «Калибр АСП» вызвали широкие обсуждения в региональных СМИ. В публикациях освещалось прибытие в Армению военно-транспортных самолётов США с вооружением и личным составом на борту. Посольство США в Ереване попыталось опровергнуть эту информацию, но безуспешно. Что ж, в нашем распоряжении имеются очередные факты о прибывших американских самолётах, которыми мы поделимся с нашими зрителями. Но для начала напомним предысторию данного вопроса. Как мы уже сообщали, 2 и 3 августа два военных самолёта вылетели с баз США в Румынии и Катаре в армянский аэропорт Звартноц. На борту военно-транспортных самолётов Boeing C-17, принадлежащих вооружённым силам США, кроме военного груза, был доставлен и личный состав армии США численностью до 50 военнослужащих. Вооружённые силы Армении получили новое американское вооружение. Снайперские винтовки, приборы ночного видения, современные средства связи, бронежилеты для спецназа, ударные мини-дроны, используемые в армии США, а также малогабаритные мины и другие боеприпасы. Эти вооружения уже прошли практическую обкатку в Украине и были доработаны с учётом особенностей современных боевых действий. Например, шлемы и бронежилеты были специально адаптированы для эффективной защиты от осколков и огнестрельного оружия российских и советских образцов. Кроме того, один из самолётов доставил в Армению оборудование для отслеживания траектории ракеты летательных аппаратов с территории Ирана, которое будет установлено на армяно-иранской границе. Чтобы не привлекать внимание к присутствию американских военных, Вашингтон и Ереван отобрали военнослужащих армянского происхождения и лиц славянской и кавказской внешности, эмигрировавших в США из стран бывшего СССР. В унисон с опровержением посольства США прозвучали и утверждения армянской стороны о том, что американские военнослужащие покинули страну камней в начале августа. Однако важно отметить, что учения «Игл Партнер-2024», проходившие в Армении с 15 по 24 июля, и прибытие военно-транспортных самолётов в ВВС США в начале августа, это два совершенно разных кейса. Следовательно, утверждать, что они могли покинуть страну спустя 9 дней после окончания учений, некорректно. Перейдём к новым данным. На представленной фотографии зафиксированы два маршрута, по которым военные грузы и личный состав вооружённых сил США были изначально доставлены из аэропорта Звартноц в 513-й отдельный батальон Министерства обороны Армении, расположенный в пригороде Еревана. До прибытия американских военнослужащих в этом батальоне насчитывалось 300 человек. Стоит подчеркнуть два важных момента. Во-первых, всё, что происходит в регионе Южного Кавказа, находится под пристальным вниманием Азербайджана, и мы не раз это демонстрировали на практике. Во-вторых, напомним армянской стороне. Продолжение политики милитаризации, независимо от поддержки Франции, Индии, Европейского фонда мира или США, неизбежно приведёт к серьёзным последствиям. У Армении нет той стратегической глубины, которая позволила бы подобным провокациям остаться без ответа. В итоге она неизбежно столкнётся с новыми поражениями. В этой связи уместно напомнить слова президента Эльхама Алиева. «Если увидим, что передаваемое Армении вооружение достигло критического уровня, то тогда пусть никто на нас не обижается. Все знают, на что мы способны, на что способна наша армия и как тверда наша воля. Никто не сможет устоять перед нами». После краткого ответа на нашу первую публикацию, посольство США в Армении продолжает хранить молчание. Однако, учитывая важность поднятого нами вопроса, мы по-прежнему ожидаем от посольства США развернутого и содержательного комментария. Или вам нечего ответить? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова